Уфа Уфа Добрый вечер. Вопрос от Известий. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Первый момент. Не хотелось ли поменять Ежова, даже не столько в укор его игре, а чтобы именно эмоционально встряхнуть команду? Ну, Илья наш основной воротарь, и я считаю, что в принципе он сегодня где мог выручил. Чистое здесь добивание в пустые ворота. Я считаю, что начало было с его стороны хорошее. Здесь должны были помочь защитники и нападающие в обороне, кто играл. И второй момент. Вот если смотреть по статистике, ну, во всех моментах, кроме бросков в створ переиграли Салават, но шесть пропущенных шайт. Вот с чем вы это можете сравнить? Потому что абсолютно не типичная для Витязи игра такая в обороне. Сравнить с тем, что можно в меньшинстве пропущено три гола. Значит, плохо объяснили мы, плохо их подготовили. Ну, и пять на пять. В первую очередь мы пропустили такие позиционные голы. За последнее время их практически не было. Кто-то устает, кто-то, значит, ошибся в этот момент. Это хоккей, это игра. Значит, Салават в этот момент сыграл лучше, чем мы. Хорошо, коллеги. Еще одна просьба представляться для участвующих в нашей конференции. Пожалуйста, Азамар Шулуков. Здравствуйте. Вы не хотели взять тайм-аут при счете 3-3? Нет, не хотел при счете 3-3 взять тайм-аут. Если бы мы пропустили, проигрывали 0-3 или как-то. Здесь чисто меньшинство, чисто голы-то в меньшинстве. Если бы это было пять на пять, то другое состояние. Сегодня Витязь много выбрасывал шайбу в зону. Это Салават заставил или скорее так хотели сами? Ну, Салават очень хорошо строился в средней зоне. Тяжело пройти. Индивидуально его было. Поэтому мы старались заставить шайбу за ворота, выиграть там борьбу. Последний вопрос про Сошникова. Он и в том сезоне положил Витязь все четыре шайбы. Сегодня тоже сильно помог своей команде победить. Вам не кажется, что пора против него индивидуально играть? Потому что кажется, что вы для него удобный соперник. Спасибо. Я так не думаю, что мы должны именно держать Сошникова, потому что в команде Салават есть достаточно других нападающих. Вопрос такого плана. Не считаете ли вы, что сегодня Витязь именно в эмоциональном плане немножко не хватило, учитывая, что были две хорошие победы на выезде с «Автомобилистом» и «Металлургом»? Да, эмоций было предостаточно. Наоборот, позитив после двух хороших побед. Мы верили в команду и по-прежнему верим, что ребята всегда настраиваются на игру и выходят с эмоциями для того, чтобы побеждать. По-разному складываются игры, по-разному ситуации. И второй вопрос. Когда ждать Александра Семина? Сейчас мы возвращаемся в Подольск. Саша, я знаю, уже выходил на лед. Возможно, что в следующей игре. Спасибо. Коллеги, с нами Павел Лысенков. Пожалуйста, вопрос. Вопрос. Это был последний матч, видите, в сентябре. Вообще непредсказуемое выступление команды в сентябре. Трудно предсказать. Вы выдаёте суперматчи. Например, обыгрываете «Акбарс» в Казани 4-0. При этом можете пропустить сейчас 6 шайб в Уфе. Оцените весь сентябрь. Потому что у вас хороший состав. И в том году, год назад, был просто выдающийся старт. Что мешает сейчас стабильно играть на старте чемпионата? Стабильно, наверное, мешает нам. Не, наверное, а точно мешает играть то, что у нас в команде, если вы видите, есть достаточно много игроков, у которых очень мало опыта игры в КХЛ. Кто-то вообще мало играл в других командах. Поэтому не всегда с такими перепадами команда где-то играет. Ну и плюс еще раз хочу сказать, что сама подготовка в начале сезона немножко была другая. Много разных причин. Но самое главное, что ребята стараются и пытаются все это перебороть и играть лучше. Но все-таки основная причина состав у нас все-таки тоже, который играет или второй сезон, или первый в КХЛ. Поэтому набираются опыта, добавляют. Надеюсь, дальнейшая работа приведет к стабильной игре. Спасибо. Пожалуйста, Денис Таев. Денис Таев, вы только что сказали, что не такой опытный состав, но еще два салавата, больше половины команды. Практически примерно пять матчей, если не меньше, сыграли в КХЛ. Вы недонастроились или что случилось? Почему такой безумный хоккей действительно получился с молодежью салаватой? Ну, лично я настроился и готов с любой командой бороться и доказывать, что наша команда лучше. К сожалению, результат этот подтверждает, что некоторые игроки могут у нас возомнить, что они могут обыграть на каком-то кого-то мастерстве. А мастерство действительно есть. Но без желания, без сердца, без хорошего движения побед не будет. И второй вопрос. Вы не пожалели, что сделали замену вратаря в итоге? Спасибо. Нет, я не пожалел. Ситуация складывалась так, что нужно было это сделать. Коллеги, если есть вопросы в чате, есть ли? Еще один вопрос от известий. Скажите, пожалуйста, вы уже упомянули про игру в меньшинстве, но и против магнитки вы два дня назад очень хорошо прерывали их передачи и выбрасывали шайбу из зоны. Что же сегодня-то пошло? Не так, что соперник, наверное, так можно сказать, разрывал? Да, выполнение игрового задания с магниткой и с автомобилистом выполнили все, что мы им показывали. Сегодня были недоработки со стороны игроков, которые играли в меньшинстве. Их ошибки привели к этим голам. Хорошо. Спасибо, коллеги. Если нет больше вопросов, то, Михаил Григорьевич, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, здравствуйте. Еще раз Виктор Николаевич с нами. Виктор Николаевич, нас слышно? Да-да-да, здравствуйте, слышно. Пожалуйста, тогда ваши комментарии по сегодняшней игре. Очень-очень интересный матч получился. И было много заброшенных шайб. Как говорится, хороший матч для болельщиков, тяжелый матч для тренеров. Больше седых волос стал. А так, ребята, молодцы. То, что касается по игре, да, то, что хочу отметить характер команды. То, что не сдавались, проходили через трудности. Соперник очень хорошо играл, прессинговал. Приходилось не просто нам выходить из-под его давления. И, опять же, да, большинство ребят молодцы сегодня. Забили важные голы. И очень важное было у нас меньшинство в третьем периоде, когда ребята выстояли и удержали нас в игре. А так, очень доволен самодачей, желанием и страстью ребят. Хорошо, Виктор Николаевич, спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, есть у Владимира Бакулина из КХЛ. Владимир Бакулина, Книсентральная хоккейная лига. Виктор Николаевич, вопрос такого плана, вот эта замена Сухачева на Тарасова. С чем она все-таки была связана? Где-то Сухачев не выручил, или же это какой-то эмоциональный фон нужно было придать? Ну, там, я думаю, было совместно. И там больше-больше было эмоционально. Там нужна была встряска, поэтому мы так и поступили, поставили Тарасова. И второй вопрос. Что пока мешает Воробьеву адаптироваться в КХЛ? Вы знаете, это все равно процесс. Приезжая с маленьких площадок, с другого хоккея, да, это занимает время. И Михаила тоже это занимает. Главное, чтобы он продолжал упорно работать, вот, и терпел, и все равно голы придут. Здравствуйте. Замат Шулуков, Медиакорсеть. Первый вопрос. Расскажите, как сейчас выстроена коммуникация с Ламсой? Вы общаетесь ли с ним, например, в перерывах? Да, мы общаемся в перерывах. Есть FaceTime, который нам помогает, держит нас на связи. Кто из отсутствующих сейчас ближе всего к возвращению в строй? Спасибо. Сложный вопрос. В ближайшем у нас завтра выходной, послезавтра мы будем тренироваться в том же составе. Хорошо, Виктор Николаевич, спасибо большое. У коллег из ПРОУФУ вопрос, пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер, Екатерина Щуркова, издание ПРОУФУ. Как оцениваете дебют в сезоне 2021 Данила Тарасова? Он сегодня первую игру сыграл, и очень важный ключевой момент был во втором периоде, когда они выходили в 1-0 против него, и он совершил шикарный сейф. Вот, опять же, да, держал команду в игре. И опять же, повторюсь, сегодня вся команда играла с сердцем, играла с страстью, и включая нашего вратаря. Хорошо, еще один вопрос. В дальнейшем на замену Метцеля будет выходить Тарасов, или все так же будет отдавать предпочтение Сухачеву? Ну, а вы знаете, пока рано, не могу я вам ответить, еще рано, сейчас после игры, эмоции. Когда придет время, будем анализировать, будем выбирать. Как оцениваете вообще, в принципе, игру Владислава Сухачева? Ну, сегодня, так скажем, у него не пошла игра, не его был день сегодня, поэтому Тарасов сегодня вышел на втором периоде. Хорошо, спасибо. Коллеги, по-моему, у нас есть вопросы из чата. Если Павел, 56, хочет задать свой вопрос. Да, добрый вечер. Вопрос от «Известий». Скажите, пожалуйста, вот с автомобилистом и с магниткой Витязь очень хорошо действовал в меньшинстве, но сегодня вам удалось три шайбы забросить в неравных составах. Какие нюансы вы своим игрокам подсказывали, чтобы так хорошо сыграть в большинстве? Спасибо. Акцент был сделать сегодня на броски и на угрозу ворот. Смотрели, как играет «Витязь», они очень плотно играют перед воротами, отдают периметр и начищают пятак. И задача была ребят при возможности угрожать, и два игрока должны быть находиться перед воротами. В принципе, как бы они сегодня молодцы, забили важные голы. Павел, 56, спасибо большое. Вопросы у Алексея Горенова. Алексей Горенов, Московский основатель. Алексей Николаевич, ну сегодня молодые ребята, второй матч уже хорошо себя показывает. Можно ли сказать, что сильно повысилась конкуренция за местных составистых с их появлением? И не получится ли так, что с выздоровлением игроков на односторонних контрактах ребят просто убирать будут? Вы знаете, все в руках ребят. Естественно, как бы они молодые, а у них сейчас есть шанс доказать, что они могут и показать себя. И если они так же будут продолжать, это даже будет хорошо для нас, что у нас будет такая конкуренция, и у нас будет из чего выбрать игроков, ставить на игры. Будет выбор. И опять же, да, это... Сейчас главное им трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Можем спасибо. У Дениса Таипова вопросы, пожалуйста. Микрофон в заднем. Денис Таипов, Горобзор. Горобзор, сегодня впервые за второй сезон шайбой отметился Родион Амиров, даже дубль сделал. За счет чего, на ваш взгляд, у него наконец-то вот это вот прервало очередание удачи, он забил и выглядел очень уверенно. Ну, вы знаете, мы уже говорили то, что Амиров способный хоккеист. Вот сегодня он пошел под ворота и забил такие рабочие голы, там, на отскоке, на подставление. То есть он сегодня шел на ворота, был агрессивен. Вот отсюда результат. Сухачев вышел дважды, сыграл неудачно. Что-то говорили в Родане. Понимаете его психологическое состояние? Провалился Спартаком, провалился за один период. Спасибо. Ну, это неправильное слово – провалился. Это, в принципе, все, что касается Спартаком, тогда команда тоже сыграла не лучшим образом. И, в принципе, и сегодня, да, мы могли начать лучше, могли помочь ему на последнем рубеже. Поэтому говорить конкретно, что он играет плохо, я не буду. Коллеги, если нет вопросов в чате или в зале, давайте отпустим. Виктор Николаевич, спасибо большое. Виктор Николаевич, победа еще раз. Спасибо большое. До свидания. Коллеги, с нами Родион Амиров. Вроде, Родион, слышишь нас? Да-да-да. Да, прекрасно. Давайте приступим тогда к после матча пресс-конференции. Родион, ваш комментарий по игре сегодняшней? Хорошая боевая игра была. Плохо, конечно, начали, потом собрались, команды выиграли матч. Конечно, у нас есть вопрос. Есть? Можно, да, сдавать? Сейчас из зала, и следующее слово. Здравствуйте. Заматчу Луков, Медиа Корсеть. Родион, вас как-то угнетало то, что вы долго забить не могли именно в официальных играх КХЛ? Нет, я старался не концентрироваться на этом. Работал, приносил, ну, старался приносить пользу команде. Поэтому, слава богу, что получилось забить. У нас есть вопросы из чата. Пожалуйста, Павел Исенков. Да, Родион, досмотрите, я смотрю статистику, 23 минуты, 37 секунд на льду, да, 25 смен. Насколько, во-первых, вы держите ищите такую нагрузку в КХЛ? Да, в принципе, все хорошо. Занимаюсь постоянно с тренером по физподготовке, поэтому, я думаю, нет проблем. Я даже рад, что играю столько. И, во-вторых, насколько вы чувствуете, что это такой золотой шанс в карьере, когда из-за обстоятельств вы попадаете в первое звено, получаете тьму времени, набираете 3 очка. Насколько этот матч такой хороший стартап, и вы это чувствуете? Ну, приятно играть всегда с такими партнерами, с мастеровитами. Также спасибо, что тренерский штаб доверяет мне играть в первой пятерке. Стараюсь выкладываться по полной в каждой смене. Хорошо. Да, пожалуйста. Алексей Горенов, Московский мусорбец. Родион, ну, сегодня в завершении сыграли немножко попроще, и пришли голы. Сейчас немножко будете перестраиваться, или все-таки будете стараться что-то придумывать нестандартное, и в предыдущих матчах пытаться что-то интересное придумать? Да, я думаю, как бы надо продолжать так же играть где-то попроще. Если, конечно, в какой-то момент будет, может быть, что-нибудь сделать, а так побольше бросать, я думаю, голы еще будут, дай бог. Удачи. Спасибо. Вопросы еще, коллеги? Если вопросов нет, не в чате, не в зале, ой, в зуме, прошу прощения. Тогда, Родион, отпустим. Родион, спасибо большое, с победой. Спасибо. С вами. Так, вечер добрый. Коллеги, слышны ли нас? Да, отлично слышно. Хорошо. Как я понял, с нами Федор Малыхин и Святослав Гребенчиков. Замечательно. Привет, пожалуйста, ваш комментарий по игре, что сегодня получилось, что не получилось. не получилось выиграть, самое главное, довести его до победы. В принципе, забивая пять голов, нужно игру выигрывать. Конечно, когда опускаешь шесть, то тяжело игру выиграть. будем делать выводы, поправлять свою игру, улучшать, готовиться к следующему матчу. Светаслав, пожалуйста. Ну, в принципе, игра хорошая была, я думаю, зрителям понравилась, интенсивная, много забитых шайб, но, как Федор правильно сказал, пропустили, голы ненужные. То есть, конечно, забили пять хорошо, но шесть пропускать очень многое, там, из-за своих ошибок. Вот. Ну, в целом, играли, старались, немножко, где-то в обороне, наверное, не досмотрели на добивание, там, много голов было забито. Надо будет посмотреть, игру уже забрать, исправить ошибки. Владимир Вакулин, континентальная хоккейная лига. Ребят, такой вопрос, вот сегодня не сыграл ли злую шутку вот этот недонастрой, учитывая, что, может быть, у Салавата много лидеров не играло? Вот. Как можете это прокомментировать? Да мы, на самом деле, об этом не думали. На примере, можно сказать, вчерашнего матча Акбарска, где у Ска играл практически там молодежный состав, они показали, что не может быть вообще никакого недонастроя, да, молодые ребята, они выходят голодные, заряженные, с ними еще тяжелее играть, чем даже порой с теми лидерами, которые сегодня отсутствовали, поэтому здесь в плане недонастроя у нас не было, конечно, мы готовились серьезно, так же, как и предыдущим матчем. Свердослав? Ну да, разговоров-то вообще таких в принципе не было, что у них там кто-то болеет, кто-то не болеет, просто у них без того хороший состав, там много людей, которые могут забить, как сегодня игра и показала, поэтому никакого недонастроя не было, наоборот, хотели выиграть третью игру на выезде, поэтому расслабленности не было никакой. Спасибо. У нас есть вопросы в зуме, пожалуйста, Павел, 56, если не ошибаюсь, да? Да, Федор, скажи, пожалуйста, вот в последний сезон ты очень классно действовал там в форчеке, но вот в Витязи и очки, и голы на старте сезона очень много напоминает твою игру на старте карьеры в автомобилисте. С чем это связано? Потому что действительно очень классно выглядишь именно в созидательной игре. Я думаю, тут самый главный, самый важный момент это доверие тренерского штаба, да? Когда доверие есть, то уверенность приходит, приходят голы, приходят очки, поэтому я думаю, что это самый главный, наверное, момент. Когда нет доверия, начинается немножко такая нервозность, Где-то суета начинается, поэтому опять же, когда начинаешь думать, зацикливаться о голах, очках, они как на зло не приходят. Когда ты постоянно играешь, получаешь игровое время, то ты спокойно работаешь, скажем так, и на команду выкладываешься, а там уже есть моменты, где можно забить или голевую передачу отдать. Поэтому я думаю, что это самый такой важный, положительный момент, который сейчас есть у меня. спасибо, Азамат Шалуков. Здравствуйте, Азамат Шалуков, Медиа Корсеть. Согласен, что Салават сегодня, для обоих вопросов, согласен, что Салават сегодня оказался быстрее, и из-за этого и удаление, и с трудом проходили зону, и в итоге не смогли выполнить свой план на игру. Спасибо. Салават Шалуков. В целом игра была примерно равная. У них еще раз если говорить о молодежи, она быстрая, заряженная. Но самое главное те нюансы, которые борьба, игра на пятаке, отскоки добивания мы сегодня в этом компоненте уступили, скажем так, и поэтому пропустили достаточно много голов с пятака, играя в неравных составах и при игре 5 на 5. Поэтому в целом я считаю, что игра была примерно равная. Хорошо, спасибо. Есть ли вопросы к игрокам Витязя? Если нет, давайте ребята пустим. Спасибо большое. Спасибо. Что ж, да, мы не ошиблись, Данил Тарасов и Лыгин с нами. Ребята, нас слышно? Да, нас слышно. Хорошо, мы можем сразу приступить к вопросам или прокомментировать сегодняшний матч. если готовы, давайте к вопросам, пожалуйста, Азамар Шулуков. Здравствуйте, Азамар Шулуков, Медиа Корсеть. Вопрос для Данила Лалыкина. Вы буквально вчера играли за толпар, сделали хэт-трик со снайперами. Как себя чувствуете физически две игры подряд? Ну, в физическом плане, конечно, чувствуется то, что тяжко немного, но потихонечку вкатываюсь и обираю наобороты. Вопрос для Данила Тарасова. Каково вам было вкатывать свою игру в таком полусрочном порядке? Давно не играли, пришлось выходить при плохом счете. Да, это рабочие моменты. Также может и оказаться на таком же месте, как был Влад. Пришлось помогать команде. рабочие моменты. Владимир Вакулин, Континентальная хоккейная лига. Ребята, обоим вопрос. Хотелось бы услышать ваш анализ касаемо сегодняшнего матча. Почему все-таки такая крайне результативная игра? Почему столько напропускали, скажем так, и вообще вот по игре что могли бы сказать? Спасибо. Ну, вышли, все, во-первых, вышли с желанием, хотели доказать, показать, ну, кто чего стоит. были глупые удаления в начале матча. Получается, играли в меньшинстве, и отсюда много голов, и хоккей был очень открытый. Да, многие ребята первый раз, да, вышли играть и вообще в этом сезоне, да, получилось немного скомканно первый период, немного где-то переволновались, сказал, неоправданное удаление, поэтому забили столько голов, хорошо, что достали себя все резервы, сплотили все вместе и довели игру до победного. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы в чате у нас? Если молчат, пожалуйста, Денис Тайпов. Денис Тайпов, Гороб Зарву, вопрос Даниилу Тарасову. Даниил, удалось ощутить разницу между финской СМ-лигой и чемпионатом КХЛ за эти 40 минут, которые вы на льду провели? Да, знаете, все равно скорости немного выше, все равно это в Европе, да, лига номер один быстрее. Сюда сезжаются лучшие европейские игроки, во-первых, да, от этого повышается скорость, для вратаря нужно больше концентрации, нежели в финской лиге. Да, играть все равно здесь интереснее и сложнее в то же время. И второй вопрос вам про аренду. Расскажите про нее немного подробнее. Есть ли опция того, что вы можете вернуться уже через три месяца, когда начнутся тренировочные лагеря ориентировочные? Спасибо. Насчет этого не знаю. Договорился по этому поводу агент. Мне сказали, что у меня год в Уфе, что будет, как вызовут, не вызовут, это не от меня зависит, и я не знаю насчет этого. Хорошо. У коллег из про Уфу есть вопрос или нет, или есть? Пожалуйста, Катерина Черкова. Добрый день, Екатерина Черкова, издание про Уфу. Скажите, Даниил, вчера вы были первым вратарем в игре у Тороса. Сегодня вообще рассчитывали, что выйдете на лед? Знаете, по-разному может сложиться игра, и всегда надо быть готовым, что ты можешь выйти, и потребуется твоя помощь команде. Не тяжело было после Тороса? Да, с какой-то стороны было немного тяжеловато, но ребята помогали, блокировали достаточно много бросков, поэтому не совсем было тяжело. Хорошо, спасибо, с победой. Коллеги, если нет вопросов в чате, если нет вопросов в зале, давайте ребята отпустим. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры